Утро в первом, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвет у сколы поезды. Не запринято, уезжаем. Покупатели украли айфон прямо с витрины. Инцидент произошел в вечернее время в одном из магазинов электроники в Шамкенте. Лжепокупатели, убедившись, что за ними никто не наблюдает, похитили оставленный на витрине сотовый телефон продавца. Работник сообщил о произошедшем в управлении полиции Альфа-Арабийского района Шамкента. Сумма ущерба составила 450 тысяч тенге. С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка за считанные минуты установили и задержали злоумышленников. В настоящее время факт хищения чужого имущества полицейские расследуют по статье «Кража». Суд озвучил приговор организаторам финансовой пирамиды «Свой дом». Злоумышленники обещали 40% прибыли вкладчикам, но в итоге обманули на 49 миллионов тенге. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Приговором суда двое подозреваемых признаны виновными и осуждены к трем годам лишения свободы. За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершены 175 выездов. Произошло 80 пожаров. В 63 раза спасатели выезжали на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы. Спасено и эвакуировано 51 человек. Спасатели призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. В Тургистанской области полицейские выявили пять нелегально работавших иностранцев. В Сауранском районе стражепорядка во время рейда выявили граждан Республики Узбекистан, нелегально работающих на строительной площадке. Нарушители привлекли к ответственности по статье «Нарушение иностранцам или лицом без гражданства» с законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения. В отношении работодателя гражданина Казахстана составили административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев, и наложен штраф». С начала года в Сауранском районе Туркестанской области полицейскими выявлено 152 иностранца, незаконно находившихся на территории района. Порядка 7 тысяч уголовных наркоправонарушений выявлено полицейскими за прошлый год. Наркомания и незаконный оборот наркотических средств – одна из главных проблем всего мирового сообщества, которая требует активных мер со стороны государства по ее разрешению и предупреждению. МВД совместно с другими госорганами разработан комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Органами внутренних дел выявлено 6 869 уголовных наркоправонарушений, в том числе 2635 наркопреступлений. Объем изъятых из незаконного оборота наркотиков составил больше 36 тонн. Силами полиции ликвидирована 41 нарколаборатория, пресечена деятельность 12 организованных преступных групп, из них 4 – транснациональные ОПГ. В целом в этом году по республике проведено 9331 профилактическое мероприятие. Кроме того, сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД проведено и принято участие в 33 встречах, консультациях и переговорах с представителями дипломатического корпуса международных организаций, зарубежных правоохранительных органов, таких как ШОС, ЦАРИКС, УНП, ООН, ОДКБ, ЕС. В период с 11 по 15 сентября проведена очередная фаза международной антинаркотической операции ОДКБ «Канал-Перехват» с размещением Международного координационного штаба в городе Алматы на площадке ЦАРИКС. В ходе операции на территории государств-членов ОДКБ изъято свыше 2,5 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетики и опиоидов. В 2023 году сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности зарегистрирован 81 факт рекламы наркотиков, 448 фактов сбыта наркотиков через интернет, задержано 572 подозреваемых в сбыте наркотиков через интернет и социальные сети, 8 администраторов и создателей чат-ботов, 160 операторов, фасовщиков и кладменов, 356 закладчиков и наркокурьеров.